Киномеханика Нет, пожалуй, другого искусства, которое так жадно привлекало бы к себе всеобщее внимание, как кинематограф. И нет в кинематографии более массовой профессии, чем киномеханик. Действительно, эта фигура отнюдь не второстепенная в нашем деле. Мы это все отлично понимаем. Бывает так, что вот, посмотрев фильм, ну, в кондиционных условиях, скажем, на студии или в госкино, ну, полагаем, что наше дело сделано. Фильм сдан, все видно, все слышно. Потом вы где-нибудь в случайном кинотеатре заходите, ну, так, значит, видите, да, фиш, вот наша картина. Картина сделана нашим коллективом. Пойду погляжу, как она идет у народа. И видите, что народ проявляет редкое терпение. Вследствие того, что слышно половину, а видно треть того, что видел, когда осмотрел эту картину в кондиционных обстоятельствах. Снимается один, очень простой кадр. Один из сотен кусочков, из которых складывается фильм. Внимание! Мотор! Есть мотор! Камера! 184, дубль один! Игорь! Стоп, стоп! 184, дубль два! Игорь! Игорь! Привет! Атанша! Здравствуй! Здорово! Познакомьтесь! Нет, 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 еще, еще один дубль, так не пойдет. Витя! 25, пожалуйста, получу слегка влево. 184, дубль пять! Один короткий кадр, он длится всего несколько секунд. Игорь! кончайшие нюансы света, чтобы добиться от героев нужной интонации. И вся эта ювелирная работа может пойти на смарку, если в кинотеатре будет низкое качество кинопоказа. Таким образом, механик — это человек, прежде всего, заботливый о том, чтобы, что сделано студией, режиссером, всем коллективом, было бы донесено до зрителя наилучшим образом. Вот его первый закон, святой закон. Некоторые считают, что это самая простая работа. Зарядил пленку, ну, следи за тем, чтобы она не разорвалась, чтобы не упала заслонка, скажем. И глядишь, все дело в шляпе. Нет, это не такой простой процесс. Художественный уровень кинопоказа зависит от многих причин, но прежде всего от знаний и мастерства механика. Он должен уметь, применяя измерительные приборы, проводить технические осмотры и регулировать аппаратуру. Он должен знать акустику и автоматику, электрическую, проекционную и звуковую технику, сложную современную технику. Зарядил пленку, Такой кинотеатр, где демонстрируются фильмы не только обычные широкоэкранные, но и широкоформатные со стереофоническим звучанием, хорошая школа и для будущих механиков. Здесь многому нужно научиться. Ведь люди приходят в кино как на праздник, и этот праздник нельзя испортить. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сотни раз бываем мы в кинозалах, а в общем-то смутно себе представляем, что происходит там, за нашей спиной, откуда бежит проекционный луч. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Карл Иванович, вода не идет. Переходи на резерв. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сереж, сколько осталось? Минуты три, не больше. ЗВОНОК В ДВЕРЬ МОТОР НЕ ИДЁТ МОТОР НЕ ИДЁТ МОТОР НЕ ИДЁТ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Такое бывает, конечно, редко, но техника есть техника, даже самая современная. Потому-то она и обслуживается человеком, что какой-то элемент электроники, автоматики может выйти из строя. Я знаю механиков многих таких вот, мастеров своего дела, они считают эту работу необыкновенно увлекательной. Ну как, смотрите, он смотрит, первым смотрят все картины новые. Он глубоко погружен, так сказать, вот в жизни нашего кинематографа. Вот эти люди, мы их очень уважаем, очень ценим. У нас есть механики образцовые, мы на них ссылаемся. Я очень уважаю механиков. Почетен труд киномеханика. Труд, отмеченный правительственными наградами. Труд, который приносит людям радость. Музыка. 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 Музыка.